Продолжение следует... Также хотелось сказать, что я являюсь одним из консультантов с применением телемедицинских технологий у нас в онкологическом центре, и, к сожалению, я не всегда могу понять логику назначения одевантной либо спасительной лучевой терапии, гормональной терапии у пациентов после выполнения радикальной простатоктомии по присланным телемедицинским консультациям. Я постарался в своем докладе просуммировать, проанализировать в существующий в настоящий момент отечественные, европейские, американские клинические рекомендации, а также достаточно большой объем статей, постараясь ответить на вопросы, кому, какую терапию и когда в своем докладе. За последние 25 лет увеличилось количество радикальных простатоктомий у пациентов высокого риска прогрессирования. Большинство из этих пациентов имеют достаточно высокий риск прогрессирования болезни, который составляет иногда до 70%. В настоящий момент проведен целый ряд исследований, в том числе рандомизированных, которые сравнивают одевантную терапию по сравнению с динамическим наблюдением. И вначале хотелось бы сказать банальные вещи, что одевантная терапия это противоопухолевое лечение, которое используется в дополнение к основному и преследует перед собой целью снижения риска локального рецидива, снижения риска системного прогрессирования, ну и конечно же это увеличение общей выживаемости, то есть снижение риска смерти у пациентов. Мы можем пациентам гипотетически предложить проведение лучевой терапии, гормонолучевой терапии, гормонотерапии, даже химиотерапии и химио-гормонотерапии после выполнения радикальной простатоктомии. Лечение мы должны проводить в частности при планировании лучевой терапии после купирования симптомов и осложнений после операции и соответственно одевантной терапией проводится, если у пациента имеется неопределяемый уровень ПСА. Для планирования того или иного лечения мы должны ориентироваться на наличие факторов неблагоприятного прогноза, о них сегодня очень много было сказано. Это и уровень ПСА после операции, это и наличие положительного хирургического краева протяженность, наличие местно распространенного процесса, это умеренные, высоко низкодифференцированные опухоли, а также неадекватно выполненная лимфоденоктомия, либо невыполненная. Это количество удаленных лимфоузлов, экстранодальное распространение метастазов, высокая плотность метастазов и также количество пораженных лимфатических узлов. Ну и начнем с одевантной гормональной терапии. Это одно из немногочисленных исследований, оно небольшое, с медианой наблюдения 12 лет, в котором сравнивалось проведение одевантной гормональной терапии по сравнению с только лишь наблюдением. Необходимо сказать, что последние включали в основном пациента с большим объемом метастазического поражения лимфатических узлов и наличием неблагоприятных факторов прогноза. И как мы видим из графиков, общая выживаемость, безрецидивная выживаемость, а также ПСА безрецидивная выживаемость были выше у пациентов со стадии Н1, в группе, в котором проводилась гормональная терапия по сравнению с группой наблюдения. Одевантная химиотерапия вроде бы проводится при медстатическом гормоночистительном раке предстоятельной железы, а тут исследователи решили сравнить одевантную химиотерапию без гормональной терапии по сравнению с наблюдением. И мы видим, что в данном исследовании преимущество имели те пациенты, которые были подвержены только лишь динамическому наблюдению. Проведение химиотерапии ухудшало результаты лечения. Перед вами представлено проспективно рандомизированное исследование третьей фазы, ТАКС-3501. Дизайн исследования представлен на слайде. Пациентам после выполненной радикальной простатоктомии с факторами неблагоприятного прогноза части пациентов проводили динамическое наблюдение. Второй половине пациента проводили либо гормональную терапию, либо химио-гормональную терапию. Различие безрецидивной выживаемости не было продемонстрировано. Также в этом исследовании был плохой набор пациентов, и, соответственно, авторы пришли к выводу, не смогли завершить исследование, и исследование было преждевременно закрыто. Теперь перейдем к наиболее распространенной тактике, это гормонолучевая терапия. Здесь представлен достаточно крупный ретроспективный анализ, в исключении более 8000 человек, с небольшой медианой наблюдения 48 месяцев. Все пациенты имели факторы, практически все пациенты имели факторы неблагоприятного прогноза, и одевантную терапию проводили пациентам как минимум с одним фактором неблагоприятного прогноза. Что же мы видим в результатах? На графике можно видеть, что гормонотерапия не увеличивает общую выживаемость по сравнению с комбинированной методикой. Также наличие одного или нескольких факторов неблагоприятного прогноза приводило к увеличению общей выживаемости только в группе гормонотерапии и лучевой терапии. Наличие каждого дополнительного фактора неблагоприятного прогноза снижало общую выживаемость. И нет разницы в сроках начала одевантной терапии. По давляющим большинству пациентов терапия проводилась в течение первых шести месяцев. И авторы пришли к выводу, что ранняя одевантная терапия неэффективна у пациентов без неблагоприятных факторов прогноза. Но мы об этом с вами все прекрасно знаем. Еще одно исследование. Ретроспективное, многоцентровое. Сравнивали одевантную гормону лучевую терапию по сравнению с динамическим наблюдением. Авторы пришли к выводу, что достоверно значимый эффект от комбинации гормональной терапии и лучевой терапии имеют пациенты с метастатически пораженными одним или двумя лимфатическими узлами глиссоном 7-10, стадии заболевания ПТ-3Б4 или наличием положительного хирургического края. Также имели преимущество пациенты с тремя или четырьмя пораженными лимфатическими узлами. Это продолжение данного исследования тех же авторов. И как мы видим на диаграммах и в таблице, что увеличение 8-летней общей выживаемости имели пациенты, которым проводилась гормонолучевая терапия. Опять же, это пациенты с одним или двумя пораженными лимфоузлами, факторами неблагоперятного прогноза дополнительными, либо это пациенты с тремя или четырьмя пораженными лимфатическими узлами. В четырех продемонстрированных рандомизированных клинических исследованиях, в которых оценивали роль одевантной лучевой терапии после радикальной простатоктомии, лишь в одном СВОК 8794 была продемонстрирована увеличение общей выживаемости. Пациенты имели ряд факторов неблагоприятного прогноза. Медианное наблюдение составило порядка 12 лет. Саморно-очаговая доза, которую подводили в зону операции, составляла от 60 до 64 грей. И мы видим, что увеличение безминстатической выживаемости в группе одевантной лучевой терапии. Также видим увеличение общей выживаемости в данной группе. Еще одно достаточно крупное ретроспективное исследование. Пациенты также были с факторами неблагоприятного прогноза и сравнивали проведение одевантной ранее спасительной лучевой терапии. Мы можем видеть, что одевантная лучевая терапия по сравнению с группой ранее спасительной лучевой терапии у пациента высокого риска прогрессирования связана с снижением риска биохимического рецидива, отдаленного метастазирования и смерти. У пациентов с неблагоприятными факторами прогноза после радикальной простатоктомия одевантовая лучевая терапия может иметь преимущество по сравнению с наблюдением и последующей ранее спасительной лучевой терапии. Да, это исследование имеет определенные ограничения. Это ретроспективный анализ. Там есть вопросы к дизайну исследований, к выборке данных пациентов, потому что изначально группа ранее спасительной лучевой терапии было включено более тысячи пациентов. Группы были несколько несопоставимы, и авторы выбрали чуть более 300 пациентов в группу сравнения. Поэтому ждем дополнительного анализа от авторов этого исследования. И хотелось бы сказать про спасительную лучевую терапию, которая, как я уже сказал, в тренде. Мы видим, что лучшие показатели ПСА безрецидивны и без метастатической выживаемости. Мы видим у пациентов с более низким уровнем ПСА. Поэтому одевантная лучевая терапия в настоящий момент имеет место на существование у части пациентов. И чем ниже, соответственно, будет уровень ПСА, тем, мы надеемся, будут лучше онкологические результаты. И в заключение хотелось бы сказать, что одевантная химия и химиогормональное лечение должно проводиться только лишь в рамках клинических исследований и ни в коем случае не в реальной, рутинной клинической практике. Одевантная терапия возможна только у пациентов с неблагоприятными факторами прогноза. Ну а говорить, что в настоящий момент все-таки приоритет нужно отдавать спасительным методикам в случае выявления повышения уровня ПСА. Возможно проведение одевантной гормональной терапии у пациентов со стадии Н1 и факторами неблагоприятного прогноза. Гормонно-лучевая терапия с длительной АДТ до 2-3 лет должна быть проведена пациентам со стадии ПН1 и соответствующими характеристиками, о которых я говорил ранее. И одевантная терапия, с моей точки зрения, показана пациентам, за которыми невозможно проводить тщательное динамическое наблюдение, либо пациент отказывается от него по каким-либо причинам, и пациент имеет факторы неблагоприятного прогноза. Тогда все-таки мы должны склоняться к проведению одевантной лучевой терапии. И вопрос, когда назначать. По большинству работ, которые я проанализировал, оптимальные сроки одевантной терапии составляют до 6 месяцев. Максимальные, я бы сказал, что до 12. Одевантная терапия, в частности лучевая, должна проводиться после купирования симптомов после операции, при этом быть неопределяемым уровнем ПСА, тогда это уже не будет одевантной терапии. Конечно же, в лечении таких пациентов должен обязательно быть мультидисциплинарный подход, то есть проведение онкологического консилиума, и каждый пациент, соответственно, должен обсуждаться. И вот этот слайд с клиническими рекомендациями здраво 2023 года, которые еще пока, я так понимаю, не утверждены. Вот что мы имеем в Российской Федерации на текущий момент. Мы можем проводить одевантную лучевую терапию при наличии местно распространенного процесса и положительном хирургическом крае. Лучевая терапия считается одевантной до 1 года. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Константин Андреевич. У кого есть вопросы? Мария Игоревна, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, я правильно поняла, что вы полагаете, что лучевая терапия у больных с факторами риска, которые не могут наблюдаться, должна быть одевантной, но не спасительной? Я правильно поняла ваши слова? Да, при неопределяемом уровне ПСА. Скажите, пожалуйста, о наличии трех рандомизированных исследований и их метаанализа, которые показали, что спасительная дистанционная лучевая терапия как минимум не уступает одевантной в отношении выживаемости без ПСА рецидива и общей выживаемости, вас не убеждают? Так же, как и существующие рекомендации в том, что больные с факторами риска и с повышающимся уровнем ПСА являются кандидатами для спасительной лучевой терапии, но не нуждаются в одевантной. Это позволит большому полу больных не получить лучевую терапию, если она им не показана. Да, Мария Игоревна, я понимаю, что мы перелечиваем как минимум 30%, и вы это прекрасно знаете, пациенты, которые бы в течение, наверное, 10 лет никогда бы не спрогрессировали. Но если мы имеем определенные патоморфологические характеристики, и мы пациенту не сможем наблюдать, то мне кажется, целесообразно этим пациентам рассмотреть вопрос о проведении... Показать, это все-таки не самая большая категория больных. Поэтому мы индивидуально подходим к каждому пациенту. Благодарю вас, ваша позиция ясна. И все-таки позиция международных и российских рекомендаций, что лучевая терапия в случае наличия показаний должна проводиться в спасительном аневодиевантном режиме. Спасибо. Большое спасибо, Мария Игоревна, за комментарий. Мария Игоревна, можно вот в плане маленькой дискуссии у нас разные исследования есть. Я согласен, исследование Радиглс показало, что я вообще сторонник ранней спасительной, а не адевантной терапии. Но мы знаем, что при наличии двух и более лимфатических узлов терапия адевантная дает существенное преимущество выживаемости. Адевантная. Я понимаю, что это разные категории пациентов, разные исследования, но тем не менее. А вопрос о двух узлах, он тоже очень сложный, потому что как выполнена лимфоденоктомия, сколько удалено узлов. Где два узла, там может быть и пять узлов. Очень все неоднозначно. Павел Борисович, мы сейчас говорим об адевантной лучевой терапии. Те категории пациентов, о которых говорите сейчас вы, являются кандидатами для гормона лучевого лечения. Это все-таки немного другое. А те больные, которые являются кандидатами для адевантной или спасительной лучевой терапии, сейчас, по данным трех рандомизированных исследований, являются кандидатами именно для проведения лучевой терапии В том случае, о котором говорите вы, это кандидаты для проведения гормонотерапии и в случае наличия положительного края татрибы и так далее, им еще можно и нужно облучить зону удаленной первичной опухоли, но это уже другое. Это очень близкие категории пациентов, я это хотел сказать. Можно еще один вопрос. Пациент от вас пропадет из виду на несколько лет, он не будет обследоваться, а потом придет с метастатическим процессом. Возможно, мы бы этих пациентов излечили бы, поэтому исследования, которые вы ссылаетесь, действительно, три рандомизированных, они из идеального мира. Мы сейчас имеем реальную клиническую практику. Я очень хорошо знаю, что такое реальная клиническая практика и, несомненно, за индивидуальный подход. Я думаю, что вы очень хорошо меня поняли. Вы продемонстрировали одно единственное ретроспективное исследование, спасительное противодювантная лучевая терапия, проигнорировав три рандомизированных. Это все, что я хотела сказать. Спасибо. Моя Игоревна, эти исследования демонстрировала я в своем докладе, вы просто чуть-чуть опоздали. Ваш доклад я слышала, Ирина Мусальевна. Спасибо. Конечно, я разделяю позицию Моя Игоревна в отношении одювантной против сальважной, но в отношении персонализированного подхода я разделяю позицию Константина Андреевича. Но позвольте нам с вами предоставить слово одному из лучших специалистов именно в радиологии, который, во-первых, прокомментирует нашу с вами дискуссию, а во-вторых, расскажет нам, продолжит тему возможности индивидуализированного подхода и расскажет о возможностях метастазно-направленной терапии. И это у многоуважаемой Булочкина Петр Владиславович.